Всем привет, дорогие друзья! Я приветствую вас из Солнечной Малаги. Меня спрашивают, как я съездила в Египет. В Египет я съездила хорошо, но подвело здоровье и пришлось программу изменить. Я прилетела в Египет и тут же отправилась на следующий день к врачу. Сначала я звонила свою страховую, они там все спрашивали, расспрашивали, открывали какие-то кейсы. Я поехала в этот госпиталь, с которым они сотрудничают и наконец пригласили к врачу. Молодая женщина, врач, немножко обшарпанная комната наблюдения, но в принципе она меня выслушала, какие жалобы, что потом она взяла и послушала меня через футболку. Я несколько удивилась. Послушала через футболку и сказала, все нормально, бронхит, симптоматическое лечение. Ну и с тем дали какие-то сельфероп от кашля и отправили в освояси. Но так как я себя чувствовала вполне еще бодро, температуры нет, мы встретились с Викторией. Это блогер в Хургаде, у нее очень популярный блог. Я оставлю ссылку на ее блог в описании. Дорогие друзья, вы уже слышали упоминание о Виктории, теперь настало время с ней познакомиться. Познакомьтесь, это Виктория, ее сын Маркус. Она расскажет в нескольких словах о себе. Да, я прилетела в Хургаду пять лет назад, даже чуть больше. Прилетела в отель, пожила 28 ночей и не вернулась. Решила остаться здесь. Здесь клубника зимой, здесь манго вкусное. Клубничка. Клубничка, да. Здесь рыбный ресторан. Рыбные места, да. Это все я очень люблю. Я стала жить, ребенку уже семь лет. Было тогда восемь лет, было тогда три годика. Три годика. Да, он местный. Да, и вот он уже знает арабский, он уже разговаривает на английском. Разговаривает на английском. Дорогие подписчики. Так что жизнь тут интересная. Я очень многое показываю на своем канале в YouTube. Тоже я веду канал. Называется канал «Жизнь с Викторией». Там и Юлечку, вы дорогую вашу увидите. Мы там вместе много творили всего интересного. Так что... А так жизнь тут интересная, продуктивная. Много солнца, много фруктов и много энергии. И много хабибов. И мужчин, как песка в пустыне. Если кто-то одинок, девочки, приезжайте все сюда. На одном не останавливайтесь. Все. Так, пришли китайские туристы, поэтому... Чао-чао. Интересно, смотри. Все. В ее блоге вы узнаете очень много о самой жизни в Египте, о Хургаде и о том, чем там люди занимаются. Сейчас там приехала очень большая диаспора и русская, и украинская. Много молодежи, уклонисты обеих стран, а может даже и трех стран, еще и белорусы. В общем, там очень много народу, и сейчас украинцы, врачи работают практически в каждом египетском госпитале. Вы можете получить услуги на родном языке. Следующий день мне пришлось провести по разным присутственным местам в Египте. Что они из себя представляют, эти присутствующие места? Какие-то там регистрационные конторы, какие-то суды, непонятно что. Это бомжатные, никогда не видевшие ремонта. Грязные, обшарпанные, никогда там не убирались вместо кабинетов. Там некоторые кабинеты закрываются на висячие замочки. Но даже если там кабинет, то все равно посетители все толпятся вокруг стола и абсолютно все курят. Чиновник сидит у него в одной руке сигарета, в другой руке стакан с чаем, и он ведет прием посетителей, которые тут же толпятся все вокруг стола. Там бумажки, лезвия передают, и абсолютно все курят. Просто ад. Мне там, конечно, тяжело пришлось. Но, слава Богу, все дела сделаны, и больше меня с Египтом ничего не связывает. Что из себя сейчас представляет Хургада? Я там была, когда 10 лет назад, там еще только началось строительство. Теперь же там очень много понастроено и жилых зданий, и открыто много ресторанов, и кафе. И качество услуг улучшается с каждым разом, рекомендую. Пляжи по-прежнему все платные. Бесплатных пляжей нет. Мало того, там даже очень маленькие промежутки, где можно даже увидеть море, потому что все застроено гостиницами, и либо вы живете в гостинице и пользуетесь пляжем, либо тогда вам нужно платить за пользование частным пляжем. О, ну привет. А я думаю, что-то никого нет. Приветик. Так, ну что, хотите узнать, как у нас здесь пенсионеры поживают? Все у нас прекрасно. Вот, смотрите, они возруми. Наконец-то вы приехали. Бесплатных пляжей нет. Ну это, конечно, большой минус – жить в курортном городе и не видеть море. Там очень много сейчас, большая диаспора пенсионеров из СНГ, потому что все-таки в Хургаде относительно дешево. И с относительно небольшим бюджетом вы можете замечательно провести зиму или даже может поселиться у теплого моря в теплом климате. Сравнительно дешевое жилье и сравнительно лояльная визовая политика. Там достаточно легко продлевать эти визы. Приехал, выехал и опять визу продлили. Сухой климат, пустыня. Очень хорошо для астматиков. Многие говорят, что прекращают пользоваться антисматическими препаратами и живут там, совершенно забыв о болезни. Из недостатков можно назвать сильный ветер. Но, с другой стороны, для тех, кто занимается там водными видами спорта, типа виндсерфинга, для них это только плюс. Хургады считаются женским курортом, потому что, конечно, любая женщина, без внимания никто не останется. Очень много знойных мужчин вокруг. И женщины добро пожаловать. Я вам зачитаю, что написал один египтянин в одном из местных чатов. Мне было смешно, но, с другой стороны, дает хорошее представление о том, что там происходит. Я вам скажу, мои зарубежные друзья отовсюду, что мы, египтяне, говорим о вас, когда встречаемся и обсуждаем мнение. Пунктуация и стилистика сохранена. Россия, она присылает нам все красивое и нарядное на московских самолетах. Пришлите нам прекрасную гостью. Очень любит жизнь, работу, чистоту и животных. Присылайте нам женщин, которые любят красоту и моду, море и жизнь. 70-летняя женщина. Внутри нее находится душа молодой женщины. Они ненавидят обман и ложь. Честные женщины. Мы любим вас. Вы – часть красоты этого города. Ваше присутствие всегда приветствуется. Навсегда. Я желаю тебе мира всегда. Здесь и там. И жизнь полная смеха и счастья. Вот примерно такое вы можете услышать от египетского мужчины. Но, пожалуйста, не надо обольщаться, потому что это все-таки восточное красноречие, которое не всегда обозначает то, что говорит. Никто без внимания не останется. Все желающие могут завести себе друга сердца. Но с другой стороны, пожалуйста, будьте осторожными. И когда вы уезжаете, всегда держите связь со своими родственниками. Потому что известно множество случаев, когда женщина уезжала к мужу и вдруг пропадала. И это очень легко. Каким образом это получается? Ну, например, женщина за 40, одинокая, знакомится с египетским хабибом. Дом продает имущество. И подружкам говорит, все, я поехала к мужу замуж. Уезжает с деньгами. А потом связь с ней теряется. Подружки думают, ну что, значит, у нее все хорошо. С молодым мужем хорошо живет. И все. Больше никто ее не видел и не слышал. И никто не искал. Потому что она приехала. Куда она приехала? Где остановилась? На консульский учет больше никто не становится. И поэтому здесь очень легко пропасть. А в пустыне там за три года уже и костей не будет. Так что имейте ввиду. Ну, а если вы приезжаете в Хургаду и у вас есть четкая жизненная позиция, и вас там манипуляциями с толку не сбить, то, я думаю, все будет нормально. Потому что живет много женщин и очень довольны жизнью в Хургаде. Поэтому, если хочется, добро пожаловать. Приезжайте в Хургаду. Я вижу, женщина здесь ходит по дискотекам, барам, ресторанам. И никакие не проблемы завести себе друга. В Египте, кроме моря, в общем-то, развлечений нет. Если куда-то выезжать на исторические объекты, то у меня что-то в такое неспокойное время в общем нет никакого желания куда-то из города выезжать. Потом там, конечно, в Хургаде очень неприятно, что там грязище. Просто адская грязь. Вот там строили променад и построили очень красиво. Посадили сразу в высокие пальмы, сделали очень красивый променад. Ну и что? За эти 20 лет они его ни разу не мыли. Это все там грязью заросло. Финики падают с пальм и их тоже никто не смывает. Они так все застывают, прилипают там. Потом, где какая-то там плитка разбилась, никто ее не ремонтирует. Что-то они там копали, раскопали, вырыли и тоже все это оставили. Все раскурочено. Потом делали вдоль моря променад тоже. Строили, строили, все поперекорежено. Деревья уже там все у них попереломаны, высохли. И все это заброшенное и выглядит очень непритягательно. Они не умеют ухаживать за тем, что построили. Но все-таки зимой мне больше нравится в Испании, потому что в Египте там жара какая-то более колючая. Из-за сухого воздуха и ветра не особо приятно. А здесь в Испании более влажный, более влажный климат и более приятное тепло. Я уже не говорю о том, что здесь, конечно, как вы видите, очень чисто и очень благополучно. И здесь есть что посмотреть и куда сходить. Ну и вообще мне нравится жить в Европе. Так что я съездила в Египет, завершила все свои дела и не знаю, появлюсь ли я когда-нибудь там еще. Но, в принципе, если у вас ограниченный бюджет и хочется проводить зиму в теплом климате, то рекомендую рассмотреть Хургаду. Ну, на этом я с вами прощаюсь. По-моему, все я вам в общих словах рассказала, что там у нас в Египте и как. Всем желаю успехов. Всем пока.